Праздник Радоницы Установлен церковью на девятый день после Пасхи Христовой В этот день мы приходим на кладбище, чтобы похристосоваться с нашими усопшими, близкими, родственниками Но по традиции, конечно же, нужно в этот день прийти в Храм Божий, заказать панихиду, помолиться в Храме Божьем, помолиться Упокоение и после этого идти на кладбище Раньше вообще в этот день ходили на Радоницу не просто так, с сумками, как сейчас с продуктами идут Раньше шли, грабли несли, вилы несли, несли ведра, тряпки, мыли все, убирали в этот день, чистили кладбище Именно в этот день на Радоницу, вот, и не устраивались никакие там ни обеды, ни ужины, ни завтраки, ни пикники никакие Вот, было именно вот установлено для того, чтобы прийти в этот день похристосоваться И вот прибрать могилочку своих близких Вообще, поминовение усопших в православии имеет особое значение Потому что мы знаем, что усопшие не могут за себя помолиться А мы, живущие, живущие здесь еще, можем прийти в храм помолиться не только о своем здравии, но и о упокоении наших близких Есть православные истории о святых угодниках Божьих, которые отмаливали близких Вы знаете, вот сейчас на Востоке, в Сирии, в Израиле есть монастыри, православные монастыри, где до сих пор хоронят монахов в специальной усыпальнице И через три года, когда все братья молятся за этого усопшего монаха Через три года открывают эту усыпальницу и смотрят, в каком состоянии находится его мощь кости Если они имеют светлый или такой восковой цвет, без запаха То эти косточки перекладываются в специальную костницу и уже братья молятся другим чином А если эти кости оказались более темные и с темным оттенком, то монахи опять на три года погружают эти кости в эту усыпальницу И все, без исключения, весь монастырь молятся о этом монахе до тех пор, пока Господь не проявит, что эти кости стали светлыми И эта душа монаха обрела покой До сих пор существует, к примеру, монастырь Саввы Освященного под Вифлеемом Такая традиция есть Это нам показано, что мы должны с вами, дорогие мои, не просто прийти на кладбище с продуктами какими-то, раздать эти продукты, поесть, покушать Эта традиция к православию не имеет никакого отношения А именно помолиться за упокой души, дать милостыню, чтобы люди помолились за вашего усопшего Вот это будет правильно, вот это будет именно на православном И тогда уже Господь, в виде нашей молитвы за наших усопших, помилует их и спасет И нас потом в будущей жизни также Господь помилует за наши молитвы к нашим близким сродникам Раньше, вот до революции, до революции на кладбищах, на погостах, так называли кладбище Это одно из святых мест, святое место храма Божий и кладбище, где покоятся наши усопшие Никогда не дозволялось не есть, тем более пить Даже были полицейские участки, установленные возле погостов И охранялась территория, чтобы, не дай Бог, какие-то там совершались, какие-то действия кощунственные Люди шли из храма со свечками зажженными, зажигали свечки, христосовались Приглашали батюшку к своему участку, где похоронены близкие Служили всегда литию, пасхальным чином, христосовались Батюшка совершал такое песнопение пасхальным чином, которое совершается раз в году И этим заканчивалось Люди шли домой и уже садились за такой стол Праздничный, пасхальный стол Для того, чтобы вспомнить своих родственников Вот это, то, что происходит сейчас Вы знаете, это вышло из советских времен Потому что в те времена храмы были закрыты И люди хотели как-то отметить праздник Пасхи Они шли на Пасху, они шли вот воскресный день Антипасха называется, шли в храм Не в храм, а шли на кладбище для того, чтобы там встретиться Праздновать духовный праздник православный Ну и как бы вроде и помянуть вроде как бы вот-вот-вот И тем более вторник, всегда это был рабочий день Сейчас, слава Богу, во многих субъектах нашей Российской Федерации Губернаторы делают этот день выходным Выходным днем, чтобы люди могли спокойно поехать на кладбище Помолиться, помянуть своих близких сродников И вот эта традиция, которая пошла с советских времен Вот здесь на Кубани, например, да Ходить в воскресный день или же в понедельник, как вот сегодня Вот, идут Ну, эта вот традиция пока, она пока еще не жила Как бы, да Вот, я надеюсь, что все-таки люди поймут, что Если церковь установлена именно девятый день после Пасхи Именно это установлено церковью Не кем-то там, каким-то там человеком То, который там или президентом там, или каким-то премьер-министром, да А именно церковью, святыми отцами установлена Веками, это была сложная традиция То эту традицию нужно и почитать, и уважать Во-первых А во-вторых, ну, праздник есть именно на девятый день Значит, в этот девятый день нужно и поминать усопших сродников Здесь, опять же, это зависит от культуры человека Во-первых, прийти, не прийти, потому что он не считает нужным А во-вторых, от занятости человека, да Может быть, кто-то работает врачи, да Врачи, которые не могут уйти от операционного стола Или, например, те же полицейские, которые ежурят Или, например, какие-то там повара, которые трудятся в своих столовых Вот, которые должны кормить людей Вот, они не могут оставить свой пост, да Например, военные, вот, которые стоят на посту В этом не будет никакого греха Нужно просто знать, что Господь в любое время примет от нас молитву за наших усопших сродников Вот, в этот день, если не получилось побывать ни в храме, ни на кладбище Ничего страшного Можно пойти на следующий день, помолиться, поставить Также свечку подать, панихидочку А усопших, то есть, не восприняется ничего И, опять же, говорю, в этом нет греха Мы можем и мысленно, мы можем в молитве Помолиться за своих усопших Стоя на посту, каждый врач, там, педагог в школе Полицейский, например Вот, любой может военный Помолиться за упокой усопших мысленно И похристосоваться мысленно со всеми своими сродниками Не бывая даже на кладбище Вот, и, вот, потому что, ну, вот этот день Он не может оставить свой рабочее место или какой-то пост Мои дорогие, надо свои традиции почитать Надо традиции свои возобновлять Вот, и, конечно же, самое главное Становиться православными христианами Возвращаться к своим истокам, своим корням Вот, и поминать своих усопших сродников Именно православным, православным чином Ну, и в завершении всех хотел бы поздравить с Пасхой Христовой Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос праздник у всех с радовницей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok